хозяин это магнитолы а именно это магнитола сзади есть отсек для батареек приехала ко мне из первопрестольной ну назовем его борис хозяин этой магнитолы колонки понятное дело мои он прислал без колонок ему очень понравилось кстати он один из подписчиков моих на канале ю тубе ему очень понравилось как я это все модернизирую и он попросил также сделать и его аппарат так технически так сейчас покажу обе кассетные деки рабочие но я буду останавливаться именно на кнопках почему на кнопках потому как если сразу взгляд не бросить вот на эти штуки сейчас поближе сделаю то можно и как бы не увидеть их сразу же то есть юсб хост борис меня попросил сделать на морде лица то есть не сзади где-то музыкального центра то есть переносной магнитолы а именно с лицевой панели то есть здесь юсб хост и вот здесь вот написано микс микрофон здесь был три с половиной миллиметрами заводской штатный такой же типа разъем для микрофона то есть вставляешь сюда в гнездо штекер и на проводе микрофон я решил сделать по-другому здесь тоже микрофон только уже от китайской прибор ты если по bluetooth канала например соединить данную магнитол с телефоном то вас будут слышать через этот микрофон а вы будете слышать через колонки понятное дело что не через эти колонки а эти колонки мои так поехали для котят уставил так и тейп так вот на эту кассету я буду записывать перемотка например назад перемотка вперед воспроизведение соответственно дисплейчик модуля я не стал встраивать в щель шкалы радиоприемника а я решил встроить ну как обычно в правую кассетную деку в крышку кассетной деке так и например сейчас поставлю другую кассету то есть вот с этой кассеты вот вас записываться на эту кассету и смотрим вот на этот тумблер если наверху например то есть high это быстрая перезапись nor то есть нормальный перезапись с кассеты на кассету то есть с правой кассеты на левую кассету так здесь например вот так сделаем так здесь одной кнопкой нет возможности скажем так за запустить обе кассеты на деке здесь вот так я сделаю так здесь запись пошла так вот поигрались поиграли так сейчас я эту кассету вынимаю а вот это кассета на которой производилась запись ну запись посредственная во первых лента жеваная кассеты во вторых колодки не чищены все там предыдущая запись была я почему это как бы останавливаюсь именно на этих основах технических то есть вот на этом штатном рычажки сюда же я повесил управление китайской прибуды но если например рассмотрим снизу моно и вот такой значок палочка вертикальная сверху стерео то есть две палочки значок и вот это пиктограмма можно подумать как пауза но знающие люди меня поймут вывожу опять же стерео радио еще раз говорю работает штатно просто показывать не буду смысла не вижу время тратить так кассетные деки показал и перехожу к основе моего видеосюжета то есть борис попросил еще раз говорю встроить строить китайскую прибуду и управление чтобы было не только дистанционная но и ручной с морды лица то есть он сказал но сделайте вот на эти кнопки то есть вот президент эквавайзер написано то есть супер икс бас клейр софт вокал то есть на четыре кнопки я сказал борис если скажем так нажимать эти кнопки то будет меняться звуковая палитра соответственно вот этим пиктограммом а это не есть хорошо при воспроизведении будь то с usb флешки будь то с micro sd карточки я сделал бонус то есть сзади я встроил картридер для micro sd карточки но это чуть позже вот на кнопки скажем так штатные кнопки управления кассетными деками я тоже не стал делать как я сделал на панасонике rx сети 980 предыдущая модель а это вот 8 890 как я уже говорил я иду еще дальше то есть для меня уже прошедший этап вешать кнопки китайской прибуды на штатной кнопки музыкального центра или переносной магнитолы еще раз повторюсь я иду дальше то есть креативное мышление мне позволило сделать далее так как я уже говорил пауза китайской прибуды я повесил сюда режимы работ китайской прибуды будь то usb micro sd fm bluetooth я повесил вот на этот рычажок который отвечает то есть бант это радио диапазоны fm это тоже все работает вот даже переведем на тюнер так fm все работает все трещит замечательно просто великолепно ну понятно дело все даже показывать не буду также работает также работать и аус вход то есть вот но если дожать эту кнопку вот например вот я дожимаю я то есть включается китайская прибуда вот так берем флешку уже до боли знакомую и соответственно в этот usb хост разъем я вставляю до боли знакомые песни так пауза например вот на паузу поставил следующая песня пожалуйста следующая да легко можно кстати вот этой кнопкой нельзя этой кнопкой это другая модели оказывается я забыл так увеличение громкости она здесь максимум так уменьшаем громкость можно увеличить громкость здесь можно уменьшить например песня нужно 55 нажимаем 55 так пауза если например на флешке записано 1234 композиция прочтет нужно будет только нажать цифры 1234 поехали дальше так извиняюсь вот эта кнопка так и сам радио так bluetooth я чуть попозже покажу так fm радио например автопоиск вот эту кнопку нажимаем и удерживаем не удерживаем а скажем так так сейчас пока снимаю успейте купить и 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 режим работ как я уже говорил так например сейчас по bluetooth каналу мы что-нибудь так я предварительно конечно не делал не делал bluetooth включаем так и на поиск так я название еще не переименовал во всяком случае я подключил так и какой-нибудь файлик сейчас ну да более знакомый до более известной так найти бы его только сейчас а вот он так вот громкость например громкость можно как увеличивать так и уменьшать можно поводу поставить снять так но чувствую не получилось у меня уложиться в 15 минут первого видеосюжета придется записать второй видеосюжет так расключение сейчас делаем так сделал расключение так во второй части я буду показывать как работает micro sd карточка вот она на 16 гигабайт да да сзади сделал как тридер маленький и попрошу как бы мою супругу позвонить по этому телефона и по bluetooth канала я уже сопряжение сделаю и мы с музыкальным центром то есть меня будет она слышать вот поэтому микрофона а из этих динамиков из этих колонок я буду слушать ее ну я еще раз говорю буду записывать второй видеоролик но я думаю борис будет доволен как то так